Недавно вспоминал, было годовщина, день рождения недавно известного советского драматург, сценарист, поэт Барт Александр Галич, который использовал это выражение «Израильская военщина» в одном из своих произведений. Очень мощная шла пропаганда против Израиля, советская пропаганда, я имею в виду. Это был не только в пику коллективному Западу, извечным врагам, выдуманным империалистам, а это было желание еще, помимо всего прочего, уничтожить Израиль в тот период в угоду арабским странам, потому что Израиль маленькая страна, население маленькое, а арабы, а там множество стран с большим населением. И Советский Союз всегда, вы знаете, играл в эту самую демократию такую антиимпериалистическую. Он агитировал Третий мир и везде, где мог, насаждал социализм своего советского образца и вкладывал в это колоссальные материальные средства и финансы, и вооружение. И это было понятно, это было не просто противостояние с Западом, вот конкретно в Холодной войне, но и глобальный замысел по-прежнему, в конце концов, превратить весь мир в социалистический лагерь. Ну, естественно, по советскому образцу социалистический лагерь, где социализма практически не было. ГУЛАГ, ГУЛАГ, так по всей планете ГУЛАГ. Ну, ГУЛАГ, ну, это публицистический прием. Во времена Сталина, да, можно сказать, ГУЛАГ. А в том социалистический лагерь с какими-то там наметками. Социализм был только в определенном приеме уравниловки, приеме распределения. Все остальное, никакого там социализма не было. Как Ленин говорил, сам писал в свое время. Что вначале мы построим первый этап строительства социализма. Это государственный капитализм, а потом пойдем дальше. Вот дальше государственного капитализма так и не пошли. И эксплуатация в Советском Союзе рабочая. Была гораздо выше, чем в тех же западных странах. И социализма в той же Австрии, или в Норвегии, или в Швейцарии на порядок больше, чем в Советском Союзе было. Ну, это одна сторона. Правда, это равное для всех бесправие, по сути дела. Ну да, есть, известно там, такой факт, память уже не та, сейчас не хочу и фамилии говорить. Во время допроса арестовали в годы большого террора женщину, которая оказалась правнучкой какого-то декабриста. И на допросах она говорила, что, осуждая так называемую советскую власть, произнесла такую фразу, что мой дедушка и вообще декабристы, они хотели всех людей России сделать богатыми, а вы их всех сделали бедными. И уравниловка была в нищете, в общем, ну, за исключением нового дворянства, номенклатуры. Об этом немало книг написано. Вот, и даже русскими авторами, такими как Михаил Васленский, чеченцем, авторхановым, вот, джилосом, югославским писателем и известным политическим деятелем. Я хочу сказать немножко о другом. Арабы в этом отношении, лидеры арабских стран и элита арабских стран, они не дураки. Вот вы правильно сказали, они террористов к себе не хотят. Но это немножко побочно. Они знают, что это такое, они испытали уже это неоднократно, принимая какую-то часть, ничего хорошего они из-за этого не видели. Но, то главное другое, в основном же арабские, мусульманские, конечно, страны, они настроены против Египтового, застарелая вражда, хотя они тоже, как и Советский Союз, всегда на черное говорят белое. Они не хотят копать историю, скажем, с 7 века, когда началась эта мощная мусульманская экспансия на христианский мир. Они это не хотят, они туда не копают. А вот они... Настроены против Израиля. Вы хотите сказать, настроены против Израиля, наверное. Да, они настроены против Израиля. И они, вот что еще главнее, они хотят сохранить Хамас отдельно от себя, как ударную силу против ненавидимого ими Израиля. Вот же в чем дело. Надо сохранить их, держать в тонусе, понимаете? Да. Так и есть. Так и есть.